Это не поможет уже никакой. Все. Исиот. Значит, вы не пробовали что? Вы пробовали амитриптилин. Там немножко. Ну, сон только. Ну, сон и делает. Это трициклический. Трициклический вообще мы и не хотим и упоминать, потому что там доза должна быть этого амитриптилина 200-300. А там такие будут. Там и сухость, и головокружение, и моча будет задерживаться, и стул будет. В общем, короче, не покакать, не пописать. Понимаете, рот будет сухой, пересохший, как у меня у вас сейчас. Потому что языком несу. Вот. И так далее, и так далее. Значит, все. Значит, попробовать еще для того, чтобы совесть была чиста, чтобы окончательно. Вот. Потому что вы помните, как я... Вот динамику. Вы, если будете слушать нему, вы увидите динамику. Значит, действительно, потом я говорю, надо дифференцировать. Саматофорное и депрессивное в этой F-33. Помните? Теперь я уже убрал следующий мой шаг, когда я обнаружил целую плеяду того, что вообще не тепит. Вы поймите. Саматофорное расстройство чем хреново? Человек зациклен на одной какой-то идее. Все. Вот у меня болит живот, и он ходит 100 миллион раз. 100 миллион раз. 1, 2, 10, 15, 16, 20. По разным этим вот гастроэнтерологам. Проводит 10, 20, 30 гастроскопий. Этих вот. У ультразвукового обследования. Все равно не верим. Говорят, мы ничего не находим. Он идет к сотому, к сто первому. Знаете, раньше саматофорное диагноз, знаете, я ставил, когда в советское время, когда карточки были, карточки. Вот. Он приходил вот с такой вот карточкой. Килограммовой или двухкилограммовой. Сейчас саматофорный больной, я у него уже карточек не отправляю. Сколько денег вы потратили? И он мне говорит, да, доктор, я уже машину мог бы купить. Машину хорошую. Не какой-нибудь там запорожец, понимаешь ли, и так далее. А я купил бы замечательную Роуз-Ройс, купил бы, понимаете. Вот столько я потратил. Вот. Вот в чем дело. У вас этого все нет. У вас совсем другая клиника. И просто недостаток времени у врачей, которые знают, вот оно и, значит, вот первый, который на поверхности. Вот на поверхности лежит, вот мы и поставим. А, тогда у него желудок, а, у него сейчас, все, вот это, дальше. А если бы начали, как я, копать, так обнаружили и раптус меланхоликус по 10-15 минут. Как часто эти раптусы у вас? Я думаю, пару раз в неделю. Пару раз в неделю. Будьте осторожны. Почему? Потому что этот раптус... Звоните маме сразу же. Потому что, как... Самый какой-то, вы таки нальете в ванну и таки бросите эту фену. Поверьте мне. Поверьте мне, тут шутить нельзя, ни в коем случае. Ни в коем случае. Это раптус. Вот там и происходит. Я где-то в какой-то своем рассказывал про Нину. Была у меня такая пациентка. Виртуальная. Виртуальная. И там, там сложилась такая ситуация. Муж уехал на курсы. И, значит, дочка такая непутевая она, значит, и у нее вот это, она страдала вот такой же депрессией. Я с ней говорил. Я сказал, ладно. Она не отпускала мужа. Я говорю, да пусть поедет. Я буду с вами раз в день говорить. Я с ней раз в день говорил. И вот, значит, в тот несчастный день, причем она мне про раптусы говорила. Я, в общем-то, не придавал им такого большого значения. И вот. Обычно так. Я ей сказал так. Нина, ей где-то по 60. Я ей говорю, что я консультирую в амбулатории. Если вы звоните, и я не отвечаю, значит, не волнуйтесь. Я только закончу, я вам перезвоню. И так оно и было. Там где-то неделю, дней 10. Значит, вот. Опять это воскресенье было. Опять звонок от Нины. Действительно. Вот сейчас бы я, если бы сейчас, я бы, конечно, бросил бы. Вот если бы вы мне звонили, и мы договорились, что будет раптус, звони. Вот. Я бы, конечно, бросил бы любой разговор и с вами. Почему? Потому что я знаю, что такое раптус и чем он кончится. В то время, значит, она звонит, мы с ней договорились. Я думаю, ладно. Я закончил беседу. У нее эта зелененькая стоит в скайпе. Я ей звоню, она не отвечает. У меня нехорошие предчувствия. Я себе представляю, как это так? Она ждет, и она не отвечает. Через часик я еще раз. Нет. Все горит. Ответа нет. Через день или два я получаю от этого мужа, что Нина в кухне на этой бельевой веревке повеселась. Вот вам и все. Я вас не пугаю. Я вас просто предупреждаю, что вот этот раптус, он бывает час длится, два, бывает более вы. Вот вы плачете, а кто-то не плачет, а себя, значит, вот эта Нина, она себя мухобойкой била, чтобы выйти из этого состояния. Вот понимаете, вот то, что вы описали. Вы плохо описали. Вот. Но я представляю, что вы говорите. Вот. Вот. Если бы еще это все бы, значит, описали, вот это человек получает, это отчаяние, безнадежность, чего я живу, бесперспективность. Это и жалость себе, это и тоска, это такая гремучая смесь. И самое главное, что на фоне этого или как следствие этого появляется, появляется, скажем так, мысль о суициде, о суициде. Когда вот вы плачете, вы тем самым снимаете напряжение. Когда человек себя по мордасам, значит, по щечины бьет, он снимает. Когда вот Нина вот так сюда била, или человек вот так делает, или бегает по комнате, он снимает напряжение. И таким образом этот раптус уходит. Раптус прекращается. У вас, значит, снимает этот раптус меланхоликус, снимает именно плач. Вот когда вы плачете, он снимает это все напряжение. Вот. Но вы сами понимаете, что любой этот раптус сопровождается суицидальными мыслями. Любой. Или нет? Сопровождается. Правильно. Вот. Это раб. Это самый настоящий. И знаете, как хорошо пишет профессор Корсаков? Да, надо помочь. Если можно еще помочь. Значит, когда, значит, он описывает там раптус, это такое, значит, кратковременное, кратковременный приступ. Это шуб. Он типичен для вот этих тяжелых меланхолических депрессий. Он может помочь, что он имеет в виду. Что если человек в этот момент не покончит, уже потом ты ему помочь не сможешь, если он покончит. Вы понимаете? Поэтому, естественно, моментально, вот когда раптус, моментально плакать, звонить маме, плакать, говорить, мама, мне плохо, 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 таким образом, вполне вероятно. Но вообще, вообще, конечно, вы знаете, все-таки, я не знаю, я сейчас очень серьезно отношу. Вы должны понять, что раптус это опасно. Чем опасно? Не тем, что безнадега, вот, что там плачете. Это как раз тем, что можете совершить суицид. Тем более, вы говорите, каждый два раза в неделю у меня идут эти меланхолические приступы. Вот, приступ. И каждый раз оно сопровождается этим. Кстати, а вы уже воду наливали? Во время... А? Еще нет, да? Нет. Ну, а кроме воды, кроме этого члена, что еще? Еще какие-то разнообразные есть другие? Альтернатива? Я думаю, прыгну с высоты, то есть прыгну с балкона. А у вас балкон есть? Есть. А высота большая? Высота большая, наверное. Сколько там? 20 этажей, сколько? Нет, 7 этажей. Понимаешь? Вот, и тут самое главное, что во время, вот как Нина, вот она сделала. Вот, если бы я с ней бы, значит, связался, ответил, возможно, скорее всего, она, но она бы там в следующие, понимаете, это же такое, это в любой момент, а ночью у нее был бы раптус, так, а я уже этот вот интернет потушен, все, вы поймите. Это всегда опасно, это всегда надо, то есть мы можем в каждом конкретном раптусе помочь, но ситуация иногда выходит из-под контроля, это серьезно. Вот вам и все самотоформное, там и не пахнет самотоформным, и не пахнет, и не пахнет. Теперь, что касается лечения, значит, вам нужен обязательно антипсихотик, только не респиридон. Как вы, кстати, переносите респиридон в 4 миллиграмма? Нормально, вроде. Нормально? Да. Но он же не помогает? Нет. Нет. Скажите, вам не страшно полнеть? Нет. Так, значит, пишите, аланзапин. Аланзапин и попробуем, поскольку мы хотим все-таки испытать еще, значит, такой дуальный антидепрессант, либо венлофоксин, либо дулокситин. Кстати, я вам сразу же хочу, это вот докторша, которая вас госпитализировала, она на амбулаторном приеме сидит? Да. Или давайте так, если, но там же надо платить, пойдите, они выпишут или не выпишут? Выпишут. Выпишут, да? В конечном итоге можете дать им прослушать потом. Скинут, но он слушать не будет, он будет, вот он 2 часа 6 минут, он будет слушать. Ну, на всяком случае, если он станет сомневаться. Значит, пусть выпишут вам венлофоксин. Пусть выпишут вам аланзапин. И все пока. Если не станет легче, значит, мы уберем этот венлофоксин и добавим вам норматимик. Но аланзапин хороший препарат. Понимаете, с дамами сложнее, они боятся, если они поправляются, это для них смерти подобно. Это препарат, я считаю, самый лучший в таких случаях, вот как у вас. Значит, аланзапин. Начните с 5 миллиграмм на ночь. Амитриптилин отменяйте, он ничего не дает. Все. Амитриптилин побоку, вместо него на ночь аланзапин. Аланзапин, да, респиридон тоже отменяйте. Значит, сразу же, вот как только достанете аланзапин, амитриптилин побоку и респиридон побоку, сразу же 5 миллиграмм аланзапина. Если вы не заснете в первый же прием, значит, на следующий день примите уже 10 миллиграмм. Потому что, по идее, если он подействует, вот, то он должен уже все-таки на 5 миллиграммов что-то дать. Если он не даст вам, значит, хотя бы более-менее такого приличного сна, на следующий день сразу же 10. На 10 побудете хотя бы там 2-4 недели. Это первое. Ну, и подключите венлофоксин. Венлофоксин подключите, доза небольшая, вот, поскольку тревога все-таки у вас. Где-то так, 75 неделя, 150, 2 недели, 225, 2 недели, 5 недель. Все. И если вы увидите, что не на 75 венлофоксина, ретард, не на 150 утром в один прием, 225 тоже утром, значит, 1 неделя, 2 недели и 2, 5 недель. Из того не будет все побоку и связывайтесь со мной. Мы с вами проведем повторно эту нашу беседу. Коротко уже, коротко будет. Значит, следующий у вас, значит, диагноз так и остается. F-33 пока дежурный. F-33, 11, точка. Все. Лечение меняется. Вместо рисперидона, вместо амитриптилина, на ночь вы принимаете аланзопин. Так, 5 миллиграмм, если на 5 миллиграммах сразу же проявится эффект, минимум снотворный, хотя бы недельку, а потом перейдете на 10. Вот, если нет, то буквально со второго приема 10 миллиграмм, 4-6, 4-5 недель вместе с венлофоксином. Через 4, через 5 недель встречаемся. Хорошо. Пишите мне в скайпе, и мы с вами коротко там, уже так не будет долго, потому что диагноз поставлен, мы будем только теперь, значит, скажем так, притирать лечение, определять лечение вам. И вот что еще. Значит, когда будете просить медикаменты, попросите, чтобы вам врач выписал какой-нибудь фен, этот вот, бензодиазепиновый транквилизатор. Объясняю почему. Когда будет раптус, немедленно примите. Одну-две таблеточки. Как можно быстрее. Только, а вот вы чувствуете, вы заранее есть предвестники, что сегодня будет раптус? Или через час-два начнется? Нет. Это внезапно, да? Да, да, внезапно. Просто, вот все, все, все как обычно, да? И вдруг, тоска, вдруг это все, да, там бабушка, в общем, все, все, вся жизнь, чего я живу, бессмысленность, все, ну как, я молодой, и там ничего нет, и вот надо туда пойти, с этим надо заканчивать. Это тяжело, это невыносимо, потом слезы, ну и после слез, как бы, немножко и отпускает, да? Вот, понимаете, тут самое главное, чтобы вы не сделали того, что не надо сделать. А гарантии никто не может дать. Что вы в один, не самый прекрасный момент, таки, с седьмого выйдете через балкон, или и так далее, и так далее. То есть я, вы должны меня правильно понять, я этим хочу просто сказать, серьезность этого дела, серьезность, и лечение. Потому что соматофорное лечение, если вас будет лечить соматофорным, то оно и тоже не поможет, и кроме того, оно не, это вот, оно, скажем, не снимет. Более того, я вам даже вот что хочу посоветовать. Когда у вас раптусы появились? Ой, с 2020-го как раз появились. А вы рассказывали врачам? Да. Ну и как они реагировали? Никак, наверное, больше степени. Вы знаете, что я вам хочу еще предложить? Что вы вот это, аланзопин и, скажем так, и венлофоксин. Почему? Вам теперь надо взять инициативу в свои руки. Потому что вы бейте. Что врачи сильно не задумываются. Ну там все-таки что-то, как-то. Как-то назначают, понимаете. Вы поймите, вот он поставил вам соматофорное и назначил 4 миллиграмма респиридона. Значит, он тоже что-то подозревает, что это не соматофорное. Потому что соматофорное не лечится антипсихотиками. Они не помогают. Поэтому вам надо взять инициативу. Вы должны прямо сказать. У меня, если это грамотный психиатр, когда вы ему скажете раптус меланхоликус, все, он поймет, о чем идет речь. Так вот, может быть, вам есть смысл, как вы смотрите, лечь в этот вот опять стационар. Не хотите? Нет, не хочу. Ну хорошо. Такое дело. Значит, я опять вам повторяю. Значит, меланфоксин 75, 150, 75 неделю, 152 недели, 225 недели. Хватит. Если он должен помочь, он поможет. Вот. Если нет, значит, ни на 75, ни на 150, ни на 225 вам не поможет. Так. Аланзопин 5 миллиграмм. Если подействует как-то, вот, хотя бы сонная неделя, потом на 10. Итого, значит, получится неделя, 4 недели, 10, 5 недель. 5 недель этого. Через 5 недель встречаемся. Кроме того, просите либо фенозепам, либо клонозепам, либо еще что-то там. И во время раптуса сразу же принимаете одну-две таблетки. Только во время раптуса. Причем как можно раньше. Как можно раньше. Не дать ему... Понимаете? Ну правда, он у вас и так короткий. 10-15 минут. Вот. Но все равно, как только вы чувствуете, что вот-вот уже начинается, вот накатывает. Вот это дисфория, вот это, понимаете, вот это вот все какое-то темное все. То есть, знаете, это как вот какой-то демон идет, вот, если так можно выразиться. Все. Вот накатило. Знаете, вот светлое небо, и вдруг тучи, тучи, все потемнело. Вот приблизительно вот так оно и происходит. Все темно. И все страшно. Как только начинает темнеть только, сразу же принимаете эти. Почему? Он вас расслабит, и вы можете заснуть. Таким образом, будет гарантировано, что вы не покончите в жизни самоубийством. Вот и все. Вот в чем дело. Ну и все, и через 5 недель обязательно встречаемся. А там решаете. Либо вы в больницу ложитесь, либо это, и так далее, и так далее. Вот. Это решаете. Нет, давайте тогда у меня вот так вот. 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 Но в больнице было бы, понимаете, в больнице с одной стороны лучше, с другой хуже. Потому что в больнице они бы, они движутся по своему какому-то там направлению. Понимаете? Вот. Особенно в этом частном. Он, я не уверен, что он скажет, что, что он согласится, что у вас F3311. Он будет настаивать на самоубийство. Ну, мы же видим, о чем мы говорим. Мы уже и о зубах. Вы сами понимаете, что зубы и раптус – это две разные вещи. И что зубы по сравнению с раптусом что? Это вообще легчайшая вещь. Но зубы могут во время раптуса и зубы могут. И бабушку вспомните во время раптуса. И зубы. И вообще все, что было хорошее с вами, в этот момент приходит на этот вот, на ум. И все это сопровождается. Так это ж было. Тоской. Бабушка была. Вот. Зубы были хорошие. А теперь якобы они хреновые. Понимаете? Все это вместе может сочетаться. Что вы улыбаетесь? Улыбается, а? Это тут не смешно обо всем этом говорить. Это смешно, конечно. О зубах говорить. Вот я могу смеяться, если бы это было самотофорно. Я бы смеялся. Я бы смеялся. Вот я вот этой даме вчера или позавчера написал там. Ну, она пишет иногда. Я говорю, вы знаете, пора забить. В кавычки взял. Забить на вашу боль. Вы знаете? Это же просто не то. Я уже не помню, смешно или как я написал. Ведь это не стоит того. Это же отравляет вам все. Вы зациклились на какой-то, чуть ли не написал херне. 30 лет у вас еще не болит, а вы сидите и думаете, а вдруг заболит. Вот это и есть самотофорное расстройство. У вас не самотофорное. И тут не до смешков. Это серьезная вещь. Это серьезная вещь. Вот так изменяем терапию. Если я почему-то больше, чем уверен, что велофоксин вам не поможет. Но это надо. Надо. Чтобы уже совесть чиста была. Что сертралин не помог, асеталопрам не помог, амитриптерин не помог, и велофоксин не помог. Все. Вы ничего не поможете.